здравствуйте дорогие зрители канала крипто комманс с вами newsblog крипто и в сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о самых свежих актуальных и важных новостях произошедших за последние дни комиссия по ценным бумагам и биржам подала новый иск к бирже kraken реакция соучредителя джесси пауэлла а также сенаторов американского конгресса последовало незамедлительно финанс угрожает рекордный штраф в 4 миллиарда долларов от американского министерства юстиции также финанс по всей видимости пришли к компромиссу в судебном разбирательстве с комиссией по ценным бумагам и биржам сша о чем говорят последние события в судебном разбирательстве тизер заморозил рекордные 225 миллионов долларов связанных с криминальным синдикатом и завершит наш выпуск стратегический взгляд на происходящее в рынке от баба лукаса оставайтесь нами и так сек подает в суд на кракен за отсутствие регистрации в регуляторе комиссия по ценным бумагам и биржам сша подала в суд на одну из крупнейших в мире крипто бирж кракен комиссия заявила что кракен незаконно работает как биржа ценных бумаг не имея предварительной регистрации от регулятора в свою очередь кракен пообещала защищаться от действий сек добавив что именно конгресс должен решить как регулировать криптовалютные биржи одновременно назвав взгляды сек на цифровые активы цитата неправильными с точки зрения закона ложными с точки зрения фактов и катастрофическими с точки зрения политики и джесси паул один из соучредителей биржи уже высказался на этот счет он назвал регулятора ценных бумаг сек цитата замедлителем а председателя сека гэри гэнслера цитата мазохистом препятствующим технологическим инновациям в соединенных штатах на этот раз джесси паул планирует защищаться от сек 21 ноября джесси паул написал в их свой ответ на иск сек против кракен он полагал что компания урегулировал всех все вопросы выплатив штраф феврале в размере 30 миллионов долларов но несмотря на это сек продолжает их преследовать цитата главный замедлитель сша наносит очередной удар по америке мазохистам оказалось мало избиений которые они отхватили в нью-йорке и теперь они хотят попробовать новых но уже в калифорнии сказал паул напомним что сек продолжает проигрывать судебные дела сек проиграла рипл лапс игры скейл где судьи в конечном итоге поддержали крипто компания в связи с тем что аргументы сек были признаны иррациональными и даже сенаторы начали комментировать ситуацию говоря что сек наносит клиентам неоправданный вред сенатор сша линдия ламис депутат из вайоминга выступающая за криптовалюту раскритиковала комиссию по ценным бумагам и биржам сша из-за иска кракен сенатор ламис заявила что сек не может продолжать действовать посредством принудительного исполнения по ее словам право применения происходит на фоне неоднократных попыток крипто компании получить отсека разъяснения но эти попытки лишь вызвали правоприменительные меры со стороны сек причинив ненужный вред потребителям ранее в 2023 году сенатор ламис вместе кирстен гиллибрант представили закон об ответственных финансовых инновациях направлены на отнесение большинства криптовалютных активов к товарам выводы здесь можно сделать следующие с одной стороны гэри ганслер не сдастся и будет идти до конца в своей борьбе с крипто но с другой стороны сообщества крипто индустрия и даже законодатели начинают объединяться в борьбе против гэри и как мы видим эта борьба начинает приносить плоды и хоть риски победы гэри в борьбе с кракен конечно же остаются гипотетическая возможность выиграть иск для кракена станет очередной и огромной победы для всего мира крипто министерство юстиции сша требует от беназ более 4 миллиардов долларов в рамках предложенной резолюции по длящемуся более двух лет расследованию более подробно в своем репортаже о крипто регулировании нам расскажет алис инверспир из вашингтона алис это огромный штраф какие еще обсуждались условия для завершения этого дела что же нам также известно обсуждение и множество разговоров о возможных выдвижениях криминальных обвинений в адрес чемпианк жао кто является генеральным директором биржи бинанс это то что уже сейчас достоверно известно также известно что сейчас идут расследования по таким действиям как отмывание денег потенциальное нарушение санкций а также о потенциальном банковском мошенничестве это те обвинения о которых в настоящий момент стало известно таким образом можно заключить что переговоры все еще в процессе но также это говорит о том что дело подходит к своему концу что здесь важно понимать вероятность того что бинанс и министерство юстиции не договорятся ничтожно мала также как это что бинанс закроется банкротится в общем как и ftx в сети появилось множество размышлений и экспертных выводов относительно того что бинанс состоятельно платежеспособна а из-за того что ее нулевые комиссии были лишь по нескольким парам и в определенных рынках делаются выводы что у бинанса хватит денег на выплаты мы вам настоятельно не рекомендуем слушать весь этот бред даже детальная аудиторская проверка не всегда может выявить реальные возможности компании по выплатам так что с бинанс все будет скорее всего в порядке но деньги свои храните на собственных кошельках судебное разбирательство между сек и бинанс постепенно подходит к своему концу судья одобрил аргументы помощников судьи со стороны сек в разбирательстве против бинанс в последнем иске комиссии по ценным бумагам и биржам сша против бинанс генерального директора сези и дочерней компания бинанс юс судья утвердила заключение так называемых друзей судьи компании административ лос колорс и new finance institute эксперты полагают что стороны урегулируют иск поскольку спорами нас вес и сек скорее всего завершенные хоть бинанс и пытается отклонить данный иск судья эми джексон назначила на 19 января публичное слушание по ходатайству бинанс вес об отклонении решения выдвинутому бинанс и генеральному директору чемпин сези джао слушание будет иметь решающее значение для вынесения упрощенного решения или урегулирования иска главный здесь вывод в том что стороны фактически прекратили прения и если внезапное появление черного лебедя в корне не поменяет ситуацию то данное судебное разбирательство по своей сути можно считать исчерпанным а для гиганта индустрии бинанс и самой индустрии это очень хорошо тизер заморозил 225 миллионов токенов связанных с синдикатом по торговле людьми в рамках расследования министерства юстиции данное расследование шло несколько месяцев и использовала инструменты анализа блокчейна от чай анализис он чейн данные показывает что тизер заморозил 225 миллионов долларов на 37 кошельках причем большая часть этих токенов была переведена на биржу okx также принимавшие участие в данном расследовании преступный синдикат связан с аферой по так называемому забою свиней которая по данным фбр в прошлом году обошлась гражданам сша в 33 миллиарда долларов название скам проекта забой свиней происходит от китайского ша жу пэн название скамерская идея о том что сначала жертву следует откормить фальшивыми обещаниями и ложной привязанностью перед тем как полностью обобрать в общем не ведитесь на красивые обещания красивых женщин и красивые проценты по прибыли и завершает наш выпуск небольшой отрывок от сегодняшнего видео от боба лукаса где боб поделиться с нами своими мыслями рассуждениями а также скажет пару напутствий которые помогут нам не утонуть в этом бушующим океане кстати перевод полного видео от боба будет на канале крипто комманс уже завтра так что не уходите далеко но я отвлекся боб тебе слово в общем да у нас образовалась новая вершина за последние 16 17 месяцев в этом новом четырехлетнем цикле яснее который представить невозможно сейчас идет фаза осведомленности люди хотят покупать особенно на проливах кроме того растет ожидание того что и теев будут одобрены что продолжает удерживать рынок на высоте это двигает и консолидацию выше что для меня говорит о том что данный рынок имеет все возможности рвануть даже еще выше продолжая это движение и оставляя людей не вошедших в рынок позади но как мы знаем с таким активом как биткоин волатильность всегда нас поджидает за углом скажем 30 процентное падение может легко образоваться всего лишь за 72 часа мы это знаем как держатели четырехлетнего цикла и в мои планы входит удерживать не только многие месяцы но и даже многие года течение четырехлетнего цикла поэтому вся эта волатильность является лишь возможностью но нужно понимать что она может прийти в любой момент что ж боб большое спасибо как и всегда ты размышляешь философски но пожалуй главное мы услышали следует не бояться волатильности а воспринимать ее как возможность напомню что вышедшие сегодня видео баба лукаса в русском переводе вы увидите уже завтра на канале крипто комманс на этом у нас все надеемся что информация была для вас интересна и полезна и ждем вас в очередном выпуске который выйдет уже буквально через пару дней всем пока